всем доброго времени суток с вами канал артмания сегодня у нас видео обзор на такую лапшу быстрого питания big lunch с тушеной курицы и луком купила ее светофоре и сейчас мы ее попробуем также будет фотография на состав в конце ролика и про изготовитель производитель да вот это все а 65 грамм здесь даже не 100 опять как всегда выглядит она так аппетитно как будто бы там курица вкус какой-то курица давайте посмотрим что же там смесь сушеных овощей как-то вообще их очень мало там очень мало не суповая основа побольше или ну и сама курица с комочками какими-то есть ну давайте будем добавлять давайте начнем так это блюдо второе консервированное обеденное с мясом давайте ее откроем так даже вот есть открывать здесь и откроем на маленький кусочек немного не надо и посмотрим что же там такое находится кстати где вилка какие-то комочки прямо не выдавливаемые вот она курица сама вылазит похожие знаете на холодец суховатый такой что-то мне уже не хочется их есть остались тут все равно комочки какие-то непонятные видимо наверное надо вот так действительно отрезать и оттуда просто очищать но я не хочу очищать поэтому поставим так как есть здесь у нас петрушка петрушка морковка чуть-чуть совсем совсем чуть-чуть и суповая основа какого она цвета что добавить я добавлю все честно говоря не очень люблю да был последний раз у нас много обзоров вы найдете где мы их кушали муж прям что-то вообще нему так понравились то я для себя поняла что таких надо именно специю добавить добавлять побольше потому что он получается не соленый невкусный подвесы кипятком так пока сюда уберу наливаем горячую водичку и столько что закипевшего чайника сверху я накрою тарелочкой так и оставляем на пять минут так ну вот у нас прошло пять минут раз мы посмотрим вот так переложу я и наверно сюда что тут она будет остывать очень долго и будем ее пробовать давайте будем пробовать уже не втерпешь горяченько еще немножко но мягкая мягкая такая и то что вот немножко вот этого специи добавил прям как раз хорошо нижнего ничего нету потому что помню в детстве раньше но не в детстве там лет 10 назад где-то молодости я помню добавишь и она была острая очень сильно временами даже пересоленый то есть нужно было по вкусу добавлять то здесь довольно вкусно очень вкусно кстати по вкусу особо не отличается там что big lunch там то что там еще кто-то роллтона естественно вот я пробовал до этого они изменились детстве будет гораздо вкуснее я очень их сильно любила в детстве при том что я в детстве очень плохо кушала и в принципе родители мне иногда их покупали чтобы я хоть как-то поела да такое ну хотя знаете остринка немножечко есть чуточку такая совсем чуть-чуть есть чем в детстве и другие тоже очень мягкая такая нежная вот ну бульон кстати бульона очень мало вот другие обзоры я делал там было прям я выливала помню такую тарелочку и было просто очень много ножка может до краев доходила прям выливалась здесь его мало то есть то в принципе вы видели что я налила довольно много воды в стакан и всегда много наливая но воды мало и также здесь очень мало вот самих морковки эти вот петрушечка их почти нету вот они там на донышке немножко то например там в другом из обыкновенного магазине то есть этот светофор а это из другого магазина может быть она подороже наверное цену я не знаю там много было ну тоже смотрите в обзорах там ищите также здесь особо не видно вот она специя то есть принципе вот она тут пожелтее чем допустим вот это вот ну вот она в принципе там плавает все а еще раньше кстати было этот подсолнечное масло я помню я никогда не добавляла несет жирочек плавает немножко пузырики от чего-то видимо в принципе это все получается здесь просто обычная вермишель практически без овощей почти без петрушки просто чистый вермишель кстати вкус курицы особо не чувствуется просто вермишель там каким-нибудь может быть даже нет не чувствуется даже мясо особого просто вермишель вот на сегодня это все всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии нравится вам такие не нравятся какие вы бы хотели чтобы я вам сделала обзор вот и всем пока пока и вот и вот и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok